Здравствуйте, хозяюшки! Меня зовут Ирина, и я рада приветствовать вас на канале о ведении домашнего хозяйства. Сегодня я расскажу вам о том, каким образом можно всё успеть, следуя системе флориды, каким образом можно уложиться в 15 минут уборки дневной, и каким образом я всё-таки внедряю систему флориды в свою жизнь, и сколько лично я убираюсь, каким образом я это делаю. И, в общем, все связанные с этими делами вопросы рассмотрим. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной. Итак, давайте начнём. Во-первых, для того, чтобы нам понять, сколько нам в день нужно убираться, нам нужно выяснить, что нам вообще нужно делать, правильно? У нас с вами есть утренние ритуалы и вечерние ритуалы. На утренние и вечерние ритуалы я советую отводить по часу. То есть всего у нас получается 2 часа. Один час утром, один час вечером. У меня сейчас уходит меньше времени, потому что я уже немного привыкла ко всему этому делу, и делаю всё очень быстро. Но мы сейчас рассматриваем, наверное, среднестатистический вариант. То есть час утром, час вечером. Мне кажется, больше не нужно 100%. Далее. У нас есть в течение дня некоторые обязанности, которые мы выполняем. К примеру, это приготовление пищи и мытьё посуды. Если вы работаете, то немного график сдвигается, но всё равно вы готовите пищу, всё равно моете посуду. Как это делать, решать, конечно, вам. Сколько раз это делать в день, тоже решать вам. Я думаю, что есть два варианта. Когда вы моете посуду один раз в день и когда вы моете посуду после каждого приёма пищи. Я считаю, что быть посудой после каждого приёма пищи намного эффективнее и намного экономится время. Но, опять же, зависит от того, как всё это делать. Можно растянуть всё это дело на час, а можно сразу быстренько помыть и уйти. Приготовление пищи здесь уже я вам не советчик, потому что кто-то работает, кто-то не работает, кто-то питается в ресторанах, кто-то питается дома. Здесь уже на ваше усмотрение, сколько времени на это выделять. Мне, например, очень помогает мультиварка, она экономит страшно моё время. Очень много времени у меня экономится благодаря мультиварке. Если у вас её нет, то, в принципе, тоже не так уж всё страшно. Можно делать заготовки с вечера, например. Ну, то есть, я думаю, что про приготовление пищи не мне вас учить. И, что самое главное, что чаще всего... Какие чаще всего вопросы мне задаются? Это каким же образом организовать 15 минут на уборку? Действительно ли мы убираемся всего лишь 15 минут в день? Я вам скажу и да, и нет. Я хочу рассмотреть с вами на примере, как это делается. Давайте возьмём, например, какой-нибудь один день недели. Ну, давайте, допустим, понедельник. У нас, к примеру, условно, да, есть какое-то задание, которое мы всегда делаем в понедельник. Ну, не знаю, моем холодильник, допустим, да, вот просто, да, сейчас неприменительно ко мне или к вам просто вот абстрактно так, да, мы моем холодильник. И в этот день к нам добавляется ещё одно задание дополнительное, которое мы сами себе выбираем, которое у нас повторяется, там, может быть, раз в месяц, или раз в квартал, или раз в полгода. Кстати, если вы ещё не знаете об этих заданиях, то посмотрите моё видео «Пятый шаг в системе Флориде», по-моему, так называется. Вот, то есть у нас с вами на день два задания. Мытьё холодильника и, к примеру, что у нас там, ну, не знаю, разборка в шкафу, да, к примеру, какой-нибудь полки одной. Каким образом мы организуем свою деятельность? Главное в системе 15-минутной уборки, что мы всё делаем по таймеру. Я сейчас расскажу, как. Допустим, мы заходим на кухню, да, где у нас стоит холодильник, вот мы как бы готовы уже его мыть. Мы ставим таймер на 15 минут и начинаем готовиться. То есть ставим там тряпочки, какие-то средства для мытья, может быть, там, разгружаем холодильник, всё что угодно. Если вы за эти 15 минут не успеваете вымыть холодильник до идеальной чистоты, до какой вам бы хотелось, ну, опять же, не до идеальной, ну, просто до того момента, до той степени, которой вам хочется. Таймер звонит, вы бросаете все дела. Вы переключаетесь на второе задание. Второе задание у нас разборка в полке, одной в шкафу. Мы идём, опять ставим таймер на 15 минут, идём в шкаф, ну, к шкафу идём. И там мы уже 15 минут разбираем полку. 15 минут для разборки полки, вот, я вам хочу сказать, что это вот выше крышки. Вот, и после того, как мы разобрали эту полку, мы ставим таймер на 15 минут и возвращаемся к холодильнику и доделываем работу. Суть в чём? Что каждые 15 минут вы отвлекаетесь на другое дело. То есть у вас не получается такой монотонной работы, к концу которой вам хочется застрелиться. Мне кажется, что здесь за основу взят именно психологический момент, когда человек не может концентрироваться на одном каком-то деле более 10-15 минут и делать его с удовольствием. Нам с вами главное делать нашу работу с удовольствием. Таким образом, мы выполняем какую-то работу 15 минут, затем отвлекаемся на другую работу, затем, когда мы тур закончили, отвлекаемся опять на эту работу. Но главное, чтобы этих 15 минут было не больше трёх. То есть у нас получается не более 45 минут мы работаем. Если вдруг у вас не получается выполнить задание за 45 минут, вот эти два, которые у вас есть днём, вы обязательно после 45 минут, которые вы выполнили, даёте себе 15 минут отдыха. Опять же, заводите таймер и 15 минут отдыхаете. Вы можете делать всё, что угодно. Можете попить чаю, вы можете, не знаю, посидеть в интернете, можете полежать на диване, можете что-нибудь там, журнал какой-нибудь полистать, всё, что угодно. Таким образом, у нас с вами получается час, за который лично я успеваю сделать все дела. Вы тоже успеете, если не будете отвлекаться во время того, как будете выполнять задание на что-то другое. То есть у нас получается час утром, час вечером и час в течение дня. Плюс ко всему прочему, мы с вами иногда моем посуду и готовим обед. Но это уже, опять же, повторюсь на ваше усмотрение, когда что делать. Таким образом, вот у меня, например, 3 часа – это самое большое время, которое я убираюсь в течение дня. Всё остальное время посвящено мне, ребёнку, мужу, моим любимым занятиям, коту, в конце концов. То есть всему тому, что мне интересно. Всего 3 часа в день. Для меня такой подход к уборке наиболее приятен, потому что за этот час днём я не успеваю вымотаться. Я делаю такие 15-минутные перерывы. Я утром без напряга выполняю задания утренние, потому что они занимают у меня теперь уже меньше часа. И вечером, в принципе, этот час тоже он такой не особо напряжный. Не знаю, сумела ли я до вас донести именно суть 15-минутной уборки, но я очень надеюсь, что вам стало более понятно. То есть мы с вами берёмся за работу, не полностью погружаемся в неё, а делаем её именно вот такими вот урывками, так скажем, с перерывами. Я знаю, что для многих людей такой подход не очень приятен. То есть кому-то лучше сразу взять и закончить дело. Но вы, конечно, можете делать как угодно, я вас ни в коем случае ни к чему не принуждаю. Но для тех, кто ленится, для тех, кому очень сложно заставить себя что-то делать, вот именно такой подход 15-минутный очень круто работает. Это не обязательно, конечно, что у всех так, что все должны именно так по 15 минут убираться. Но вот для меня это подходит и для меня это круто. Сразу хочу ответить ещё на один вопрос, который мне постоянно задают. Это мне приходят такие письма с просто душераздирающими признаниями, что вот Ирина, система Флайлет, это, конечно, очень круто, но создаётся ощущение, что я постоянно целыми днями убираюсь, я просто как загнанная ложка постоянно за всеми подчищаю. И, в общем, всё в таком духе. Я хочу сейчас ответить на все эти сразу вопросы, чтобы мне больше такие вопросы просто не задавали, чтобы у вас не было повода их задавать. От чего всё это происходит? От чего вы чувствуете себя загнанной лошадью и чувствуете, что вы постоянно убираетесь? Это всё происходит от того, что вы слишком сильно фанатеете от системы Флайледи. Этого не нужно. Система Флайледи создана для облегчения вашей жизни, а не для того, чтобы вы постоянно убирались. Если вы запомните это правило, то вам станет жить намного легче. Итак, от чего создаётся ощущение, что вы постоянно убираетесь? Я сейчас приведу пример. Раньше, когда я только начинала внедрять систему Флайледи, у меня тоже было такое ощущение, почему оно возникало. К примеру, я начинаю готовить обед. Я, кстати, многим девчонкам уже это писала в письмах, но вот сейчас просто на весь мир, так скажем. Я начинаю готовить обед. Я, к примеру, достаю кастрюлю, половники, всё, что мне нужно. В процессе приготовления у меня, допустим, мажется половник. Я, допустим, всё засыпала, поставила суп, он у меня варится. Я смотрю, половник грязный, я его мою, кладу на место. Далее, мне нужно там, не знаю, что-то помешать. Я достаю половник, помешала, положила. Смотрю, грязный, грязный, меня это напрягает. Помыла, положила. Далее, мне нужно, не знаю, там, ну, допустим, или ещё раз помешать. Ну, ладно, допустим, суп уже сварился, да, мне нужно налить его. Я взяла половник, налила суп по тарелкам. Смотрю на половник, грязный, грязный. Мою, кладу на место. Таким образом, за одно приготовление пищи я могла помыть, ну, раз пять. Половник, это точно. Но это так немного утрировано, да, то есть не обязательно тут дело не только в половнике. Тут можно всё, что угодно мыть таким образом, да, то есть вы можете там ложку несколько раз помыть. Казалось бы, это не занимает много времени, но от этого состоится ощущение, что постоянно что-то делать. Вместо того, чтобы помыть половник один раз после того, как мы все поели уже, как всё приготовилось, когда уже вся грязная посуда собралась, и всю посуду помыть за один раз, помыть один раз половник, я вместо этого постоянно, постоянно что-то мыла, постоянно во время готовки, во время того, как, я не знаю, нарезала, начищала, во время того, как уже готовилась, во время того, как все ели, я всё равно что-то мыла, и после обеда я всё равно что-то мыла. Создавалось ощущение, что я постоянно, блин, я постоянно возле раковины, это жутко было. И как только я поняла, что проще всё грязное, что у нас собирается в процессе приготовления пищи, в процессе еды, складывать в раковину, после того, как вы поели, уже один раз всё помыть, после осознания этого мне стало жить намного легче. Точно так же могу сказать то же самое абсолютно про хоудспоты. Итак, сейчас можете записать, записать обязательно, запишите куда-нибудь на бумажку, повесьте, не знаю, на дверь, на зеркало себе, куда угодно. Хоудспоты мы разбираем один раз в день, один раз. Если у вас это в утренних рутинах, значит вы разбираете их утром, если в вечерних, то вечером. Если вы ещё когда-то их разбираете, то всё равно мы это делаем всего один раз. Если мы утром, к примеру, разобрали хоудспоты, и днём мы ходим мимо них и видим, что на них что-то появилось, да, там, телефоны, ключи, полотенчики, не знаю, код лежит, что угодно. Мы это не трогаем, не трогаем девочки, мы разбираем их всего лишь один раз в день. Иначе вы постоянно целый день будете ходить и подчищать за всеми в доме вот эти вот всякие хоудспоты, да, и всё, что у вас все домашние мусорят. Кажется, что это приведёт ваш дом в хаос, но, девчонки, на самом деле нет, потому что раньше мы вообще ходспоты не разбирали, согласитесь, да, разбирать их один раз в день, это круто. Не нужно, не нужно постоянно ходить и убираться. Вот я вам сто процентов говорю, вот у меня на уборку ходит три часа, это максимум. Опять же, дневные дела я сейчас планирую так, что оно каждое дело занимает у меня не более 10-15 минут. Вот, кстати, в последнем видео «День из жизни», да, я там, по-моему, наглядно показала, что вот два дела у меня заняли всего лишь там, по-моему, 25, что ли, минут в общей сложности. Таким образом, получается, что утром у меня уходит минут 40, вечером минут 40 и днём полчаса, то есть красота вообще, согласитесь, да. Но это помимо, конечно, приготовления пищи. Но опять же, если у меня сейчас мультиварка, то меня это вообще не напрягает абсолютно. Всё остальное время вы должны посвящать своим любимым, своим мужьям, там, не знаю, бойфрендам, своим детям, своим родителям, своим животным, своим занятиям любимым, там, прогулке в конце концов. Не нужно целый день убираться. Вот. Я надеюсь, что я смогла донести до вас информацию. Я очень надеюсь, что вы поняли и осознали, что система FlyLady — это очень удобно, а не... А не-не-не... Ну, в общем, она не заставляет вас целыми днями трудиться. Она, наоборот, разгружает ваш день. Так, всё, на этом всё, да. Задавайте свои вопросы, пожалуйста, под видео. Если вам ещё интересны какие-то темы по системе FlyLady, то обязательно спрашивайте, обязательно оставляйте запросы, потому что, если честно, у меня уже не очень много, так скажем, запасов... Запасов тем для видео. Поэтому, если вам что-то конкретно интересно, то, пожалуйста, напишите это в комментариях, и я обязательно озвучу ваш запросик. Вот. Я желаю, чтобы домашняя работа приносила вам только положительные эмоции. Увидимся в моих следующих видео. Пока!